МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Узнать раньше, понять раньше, улыбнуться раньше, услышать раньше. На ТНТ ОНЕГО. Теперь с 19.00. Добрый вечер. Вы смотрите важную тему на телеканале ТНТ ОНЕГО. Меня зовут Денис Базанков. Сегодня у меня в гостях лидер Карельского отделения политической партии Родины Николай Тараканов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, Николай, давайте начнем сегодня нашу встречу, скажем так, с приятного. У вас первый этап конкурса прошел. Герой моей семьи он назывался, такой патриотический. Насколько я понял, кто лучше напишет историю про своих родственников, тот, собственно, получит приз. Прежде чем начать наше обсуждение, давайте посмотрим сюжет, как это было, ну, сама церемония и о чем конкурс. Карельское отделение партии Родина учредило приз за победу в историческом конкурсе «Герой моей семьи». Посвятили его 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Участники прислали массу работ – истории, фотографии, архивные материалы. Отметили всех, но главный приз решили разыграть, поскольку все очерки оказались более чем достойными. Удача улыбнулась Борису Зубковичу. На конкурс он прислал рассказ о своем отце. Исторический труд основан на воспоминаниях человека, который выжил несмотря ни на что. сражался за Родину от первого до последнего дня Великой Отечественной. Это, безусловно, акция очень важная. Я хочу поблагодарить партию Родины, лично товарища Катараканова, за такую инициативу. Это очень правильно, это очень правильно и очень нужно. Главный приз – новый телефон Борису Зубковичу вручили прямо на встрече. То, что было, то, что стало. Мы хотим, чтобы память о той войне сохранялась дальше в поколениях, чтобы люди помнили тех героев, которые в каждой семье, в каждой семье были. Те, кто защищали Родину, те, кто выжил, те, кто погиб. Те, кто совершил свой маленький, кто-то большой подвиг в этой войне. Мы хотели этого. По словам представителей партии Родина в Карелии, это не последняя подобная акция. Второй тур исторического конкурса собираются провести ближе к 9 мая. Попытка ваша ясна. Тем более президент у нас сказал, патриотизм – это наше все, наше направление главное. Много есть сторонников этой идеи, много противников. Но для вас, что значит герой моей семьи? Лично для вас, все-таки наверняка инициатором были вы. Денис, я скажу, что вообще память о Великой Отечественной войне – это то событие, которое красной линией, наверное, проходит через судьбы всего нашего народа. Поэтому здесь, опираясь и говоря о патриотизме, на мой взгляд, мощнее и сильнее точки опоры, чем опора на ту великую победу, быть не может. И здесь это затронуло каждого из нас. То есть, это была идея такая, посмотреть, что из этого получится. И я считаю, что получилось хорошо, получилось удачно. Отклик от, скажем так, тех, кто посчитал нужным об этом написать и рассказать, вообще воодушевил нас. Я скажу так, что читая вообще эти работы о героях Великой Отечественной, вообще, знаете, было ощущение, что вот как можно это оценить? Как можно признать подвиг или жизнь вообще человека во время этих тяжелейших испытаний, там, лучше или хуже? Поэтому мы пошли по пути такому, что мы посчитали необходимым вообще поощрить всех, кто участвовал в конкурсе. А сам главный приз, то есть, телефон, мы просто разыграли. То есть, это было на удачу, да, скажем так. То есть, кому улыбнулась удача, тот и выиграл. Хочу сказать, что вообще вот то, что, опять же, мы вот в результате этого конкурса увидели, привело к мысли о том, что, во-первых, мы продлим еще, значит, данную акцию или данный, скажем так, проект, да, и приурочим его к 9 мая в этом году. И вообще, Денис, я скажу так, что появилась идея такая подумать о том, чтобы составить какую-то книгу, да, об этих героях, известных и неизвестных той войны. Рассказанную именно не с точки зрения сухих цифр, что родился в таком-то году, призван в таком-то, убит в таком-то, или там, наоборот, там, награжден такими-то медалями, а именно с точки зрения рассказа семьи. И даже более того, вот мы посмотрели, что очень много было молодежи участников, то есть, школьники, студенты, те люди, которые уже находятся от тех событий за три поколения, но, тем не менее, видите, истории эти, они как бы есть, они их знают, и это очень-очень воодушевляет. Слава Богу, что вы этим занимаетесь, и я надеюсь, 9 мая, да, действительно, может быть, дело дойдет и до книги какой-то воспоминаний. Ну что ж, к другой теме предлагаем, давайте немножко отойдем в сторону. Опять же, вспомним старшее поколение. Вот в средствах массовой информации электронных идет обсуждение инициативы создать некий такой центр для людей старшего возраста. Николай, все-таки что это за идея? 50+, центр для людей старшего возраста. Вообще, сам проект 50+, это не то, что выдумано здесь нами на местах в Карелии. Это общероссийский проект, который поддержан президентом Путиным, поддержан премьер-министром Медведевым. Проект этот говорит о чем? О том, что необходимо везде во всех регионах России улучшать качество жизни, скажем так, людей старшего поколения. Вообще, люди старшего поколения на сегодняшний день уже составляют порядка 40% населения Российской Федерации. Я вам скажу так, что я вот общаясь в том числе и с Советом ветеранов Петрозаводской, и с клубом Северной Калкала, я увидел, что люди старшего поколения, они не то, что нуждаются, они хотят, и более того, они делают свою жизнь интересней. Они учатся каким-то новым навыкам, в том числе, начиная от работы на компьютере, заканчивая различного рода курсами по вышивкам, по каким-то прикладным вещам. Люди старшего поколения, им необходимо, безусловно, просто необходимо развитие, применение их творческих способностей, и, конечно, им, знаете, очень важно общение. И здесь, в привязке к тому, о чем мы говорим, у нас есть для разных категорий населения специальные строения и сооружения. Есть для детей, да, дворец творчества, да, есть физкультурно-оздоровительные, значит, комплексы, где люди, ну, занимаются спортом. А в данном случае мы говорим о том, что у нас для ветеранов, для людей старшего поколения нет ничего. Вы знаете, они вынуждены вот искать помещения, значит, где дадут им, и смилостивиться, по школам, значит, по каким-то различного рода учреждениям. На мой взгляд, это неправильно, несправедливо, это надо менять. И в данном случае вообще рассмотреть вопрос о строительстве такого центра, это абсолютно, на мой взгляд, в наших силах, это в силах и республики, и города. Убежден, что и Москва не откажется помочь в этом благом деле. Этим просто надо заниматься. И надо прекратить... На условиях софинансирования, да, муниципальный, республиканский, федеральный, вплоть до федерального бюджета. Вы так рассматриваете, да? По-моему, Денис, я скажу, что это не наш оригинальный какой-то рецепт. В городе Санкт-Петербурге такого рода вещи уже сделаны, поэтому мы должны просто оглянуться вокруг и приложить наши усилия вот именно вот к этому направлению. Я считаю, что здесь это не то, что какая-то нереальность, да, и это то, что не сделать. Я считаю, это реально все сделать, просто этим надо начать заниматься. Вот инвестиции в человека – это всегда самые лучшие инвестиции, дают наибольшую отдачу. И в данном случае, инвестируя в людей старшего поколения, конечно же, мы получим огромный положительный эффект. Другая информация появилась недавно. Собственно, она имеет право на жизнь, ее обсуждают. Наши сети, электрические, водопроводные, под обслуживанием одной из известных компаний. Есть такая мысль вернуть это все в управление муниципалитету. Кто-то сразу скажет, отлично, зачем нам посредник. С другой стороны, кто-то скажет, а что наш муниципалитет может? Что вы скажете мне на это? Ну, я, Денис, скажу, что вот эта идея о том, чтобы городские сети, городские сети, городские, городские, являющиеся имуществом города, являющиеся тем, что создавали наше поколение перед нами, передать обратно в управление городу. То, что сейчас находится в управлении у ПКС, РКС, и было передано, если память мне не изменяет, в 2004 году. Мое мнение такое, что муниципалитету, безусловно, необходимо усиливать контроль за теми сферами жизни города, которые являются критически важными для города. Начну с примера о уборке города. У нас, если помните, раньше была муниципальная организация ДЭЛ. И не одна там была. И неважно, их было, может быть, несколько с разными названиями, сути не меняло. Это были муниципальные предприятия. В чем был их несомненный плюс? То, что город мог влиять напрямую на работу, связанную с уборкой города. Город мог закупать технику, требовать выполнения тех работ, которые необходимы. Нет, мы скажем проще, это город и делал. Город и делал. И здесь, в данном случае, говоря об этом, мы понимаем, что когда это было отдано на откуп коммерческим организациям, город просто потерял контроль над этим. То есть, сейчас мы гоняемся за подрядчиками, покажите технику, выполните работы и так далее. Я считаю, что здесь, если бы все было в рамках муниципального предприятия, вопросов никому бы не было. Касаемо сетей, Денис, я скажу так, что пока это вопрос. Вот у нас есть такой вопрос. Есть ли в этом целесообразность в том, что были переданы сети в аренду коммерческой организации? А что получили горожане взамен? Я прекрасно помню, кстати, то время. Почему? Потому что я был на тот момент депутатом Петросовета. Вопрос этот выносился на Петросовет. Нас на тот момент времени четко убеждали представители данной коммерческой организации в том, что будут сделаны много миллиардных инвестиций в инфраструктуру городскую. То есть, будут заменены сети тепла, вода, электроснабжения и так далее. Что мы видим на сегодняшний день? Я скажу так, что 90% обещаний, скорее всего, можно считать неисполненными. Мы на сегодняшний день, мне кажется, должны, вот как горожане, должны вот этот вопрос задать и понять, есть ли в этом целесообразность. А может быть, есть целесообразность, наоборот, в том, чтобы начать процесс возврата подгородское управление вот этих всех сетей, избежание посредников и так далее. Может быть, мы на сегодняшний день, если мы на тот момент времени сделали вот и приняли такое решение, может быть, сейчас пришло время это решение поменять. Ну, собственно, идея, это с одной стороны, и да, имеет право на жизнь. Зачем нам посредник? Можно задать вопрос другой. Насколько мы готовы к этому? Я имею в виду администрация. Если мы не можем внутри сейчас администрации, то с некоторыми вещами разобраться. А я скажу так, что не надо бояться, надо, во-первых, не бояться, а делать. Это раз. А во-вторых, у нас все время какой-то комплекс неполноценностей. Мы все время боимся, что что-то у нас не получится. Я считаю, что все у нас может получиться, тем более, что, я говорю, что достаточно много умных и грамотных людей, которые могут этим заниматься. Николай, ну, чего уж тут греха таить-то у нас. Предвыборный чест начался у многих политических партий. Прошу прощения за мой простой русский язык. Ну, с экранов телевизоров, я смотрю, все чаще и чаще появляются наши политики. Все чего-то обещают. Кто-то за счет, там, стадионов у нас пиарится, чего-то там все какие-то заслуги рисует. Кто-то за счет спортивных мероприятий каких-то. Ну, и больше всего меня радует прогноз по партии власти «Единая Россия». Уверенность такая стойкая у политологов, что, собственно, они возьмут большинство у нас мандатов на всех уровнях выборов. Во-первых, Денис, безусловно, выборы, которые состоятся в сентябре, они на сегодняшний день все политические силы заставляют быть активными. Это нормально, потому что это тот цикл и то состояние, скажем, политической жизни, которое и должно быть перед большими выборами. Другое дело, что, на мой взгляд, ну, тут различного рода силы, там, люди, кандидаты выбирают разную тактику и стратегию для того, чтобы донести до избирателя, скажем так, свой посыл, да, и там, свои цели и задачи. Ну, тут это уже дело каждого, да, на совести остается каждого. То, что вы спрашиваете про «Единую Россию», я вам скажу так, что, на мой взгляд, сегодня, безусловно, та ситуация, в том числе в экономике, которая складывается, она, конечно же, будет позиции «Единой России» ослаблять. Это, на мой взгляд, очевидно. И другое дело, что партия власти в данном случае сможет этому противопоставить. Наверное, они будут с этим бороться и пытаться, значит, объяснить, во-первых, людям, что происходит. Во-вторых, наверное, нарисовать какой-то выход из этой ситуации и надежду какую-то дать. Я думаю, что и то, и другое будет происходить. Другое дело, что, на мой взгляд, абсолютно не очевидно то, что «Единая Россия» на сентябрьских выборах будет брать большинство. Это может стать результатом большой их работы, если они смогут мобилизоваться, правильно выбрать кандидатов для участия в выборах, правильно выбрать, скажем, идеологическую платформу. Может быть, да. Но это для любой партии, в принципе. Так же и для вашей. Я, Денис, даже более того скажу, вообще Карелия, Петрозаводск – это все-таки тот регион, который славится тем, что здесь нет такой очевидной поддержки партии власти. Непредсказуемый, я бы так сказал. Я бы сказал так, что здесь он такой, ну, наш регион, он все-таки вот такой, достаточно не отличающийся от общей картины по России, по всей Федерации. И в этой связи, конечно же, здесь это все будет усложнять политическим силам, особенно Единой России, конечно же, свое лидерство. То есть, это будет непросто для них. Но конкуренция все-таки, ну, есть она на данный момент, несмотря на то, что говорят, у нас мало политических фигур раскручены. Конкуренция будет усиливаться в ближайшем году. Усиливаться желающих, я думаю, особенно в Петрозаводский городской совет, как правило, я думаю, что будет очень много, несмотря на то, что округа там расширились и так далее. Законодательное собрание тоже, на мой взгляд, будет серьезная битва, будет интересно. Но вы готовы? Мы готовы. Готовы. Значит, будете на всех уровнях участвовать. Мы будем участвовать, Денис, с позицией того, что не просто для галочки. Будем стараться участвовать там, где у нас будут шансы. И мы будем считать, что эти шансы у нас есть. Поэтому там, где мы будем считать себя готовыми, будем иметь понятную для избирателей позицию, будем иметь достойных кандидатов, там везде мы будем участвовать. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Николай, я думаю, что мы с вами еще неоднократно встретимся и продолжим наше обсуждение. Но, по крайней мере, тема про ПКС и передачу в муниципальное управление сетей, это, я думаю, что долгоиграющая пластинка. Как минимум, выборы тоже никуда до сентября не денутся. Напоминаю нашим телезрителям, у меня в гостях был лидер Карельского отделения политической партии Родины Николай Тараканов. Вы смотрели важную тему. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...